Все началось? За семью, за детей, за друзей Лишь единстве и тур победы Только вместе мы всех сильней Более мы, как и наши БСД, подтягивай сюда, не смей Не стесняйся, БСД, подходи сюда, правду снимай БСД, подтягивай сюда, не смей И наш Первый канал врет еще хуже Опять шесть человек покажете, да? Быстрее! Без тебя! Без тебя! И мой дом родной С примером протест наш пути В той стране, где власть рубли Где чиновников клан забудет Память павших за пять земли Более мы, как и наши деды За семью, за детей, за грудей Живешь в единстве, пусть победы Только вместе, вместе, верней Мы, как и наши, живешь за семью, за детей, за грудей Мы лишь в единстве, пусть победы Только вместе, мы всех сильней Много не скажем Нет, нет, я буду Твой края, на тебя вся надежда Еще раз всем здравствуйте Смотрите, пожалуйста, среди нас пьяных, нету хулиганов? Нет! С закрытыми лицами тоже не должно быть оружие Сразу сообщаем, если есть, кто заметил Поднимаем руку и кричим, вызываем сотрудников полиции Особенно следим за пьяными, эксцессы были, вы помните Нам лево пьяных, мы все здоровые Пьяные, это не наши сразу Мы здоровые и стильные Как звук, всем слышно? Нормально Не будем морозиться, наверное, да? Или подождем еще? Нет, суть короткая, и все по домам Почему здесь собрались? Потому что два месяца мы не собирались И то, что мы не собираемся И то, что мы не пишем письма Предбудительно к федеральному центру Как будто мы сдулись Как будто нас уже нет Как будто мы уже перестали протестовать И согласны с заводом И согласны с постройкой промзоны В этом удивительно неподходящем месте для нее Митинги, собирающие более 500 человек Об их проведении сообщаются федеральному центру Нас видно, нас больше Ура! Есть люди, которые специально займутся пересчетом Не станем менять Чтобы было легче Так, еще Мы записали сотни дисков Даже тысячи дисков Полной информации о том, что мы нашли Про Кронашпад О том, как он себя ведет в мире О том, нужен ли нам этот завод Будут люди, которые будут раздавать Вы наверняка, многие из вас уже знают всю правду Но вся УФА еще не знает Пожалуйста, сейчас я раздам диски А уже раздал Показывайте на работе Раздавайте родным Пусть посмотрят Кому лень искать в интернете Там все собрано в один файл Там есть специальный файл Запускающий программу Который ему позволит посмотреть все Вот, давайте, раздавайте А, вот здесь Здесь скажу Вот еще Вот здесь коробка Тамара Там вам тоже стоит Итак, многие знакомы с письмом Путина С письмом контрольного управления На котором Путин поставил резолюцию согласия Все знакомы? Да Спасибо журналистам Они выложили эту информацию в сети На ней нет грифа секретно На ней грифа нет для служебного пользования Я так понял, что это информация для людей Поэтому, думаю, нам нечем все сняться Говорить о ней Подождите Ребята, лучше пройдите памятник Пройдите лучше, не собирайтесь в народ Что в этом письме главное? В этом письме президенту Нет, уже скорее главе республики Можно уже так называть, наверное, скоро будет Давайте уже называть вещи своими именами Пока главе республики Предложено Определиться с местом строительства И определиться с детиками Имело ли смысл строить Кроношпан и телепромзону В данном районе Какая проведена работа? Сразу без экологических экспертиз Которые были затребованы в этом письме Власти Башкирии стали заявлять о том, что Кроношпан может строить И что он безвреден Все видели это по телевизору? В СД Вы показали неправду Обманщики Экспертизы еще не было Оскара, Оскара Путин ждал Именно Путин и федеральная власть ждет Именно экспертиз Заявлять о том, что они О том, что предприятие безвредно заранее Это значит идти на поводу у инвестора У этого сомнительного инвестора Якобы инвестора, как мы его называем Интервентора Возникает вопрос Кто хозяин республики? Мы Мы хозяева республики И мы должны решать Строить там или не строить промзону Это наша вода Это наш битьевой источник Это наша земля Мы не можем отпустить того, чтобы Как все знают по проекту Кроношпану Вводят отработанную воду И битьевые стойки спускали В санитарную зону наших водозаборов Это прямо противоречит закону Водному кодексу Статья 44 Кто не знает, может всегда ознакомиться с этим И в дисках, и в интернете Найдите просто, 44 статья Там не сказано о том, что Очищенные или не очищенные источники Любая вода Входящая в предприятие Даже очищенная Это вред Нельзя до конца очистить воду Возможно аварии Возможно отключение электричества Возможно, что не справятся Очистные сооружения Мы знаем об этом Это уже происходило в Уфе Мы уже продали Хватит Есть другие места Например, в Северный полюс Правильно? Правильно! Не травите нас Не травите наших детей Мы уже травились В новом Нам достаточно Что еще хочу попередить К разу, чтобы коротко договорились говорить Пойманный за руку мошенник Который продолжает свое дело Становится грабителем Это Уголовный кодекс Сейчас мы видим Что они из мошенников Переквалифицировались с грабителей Они продолжают Их поймали за руку И они продолжают свое дело Они продолжают пытаться обысковать Экономически Целесообразное сложение миллиардов республики Для подготовки инфраструктуры К заводу Который уже сгорел в Ливерпуле Отравил там людей Это все документально подтверждено Сейчас голословное утверждение О том, что оборудование только 10% От всего, что будет Это голословное утверждение У них нет для этого доказательств 900 фур Шло с завода в Ливерпуль Представляете объем Который сюда хотели привезти Сейчас эти фуры стоят По всей стране Ждут, смогут ли они сюда проехать Они смогут сюда проехать? Нет! Я предоставляю Спасибо Я предоставляю слово Диме Николаеву А леса у нас Леса отдельная тема, конечно Леса очень жалко Это экосистема Вы представляете, во что мы можем превратиться Вы знаете, южнее от нас Что находится? Оренбуржье Здесь степная область Там нет лесов Мы можем повторить ее Опыть И превратиться в такую же степень Мы не можем этого допустить Поэтому Кроношпану вообще не место в республике Лес это не возобновляемое практически богатство Оно годами, десятилетиями растет Нет Кроношпану в нашей республике? Нет! Нет! Здравствуйте все Друзья К нам попал один очень замечательный документ К сожалению, достаточно поздно Но не третичный Я зачитаю некоторые моменты из этого документа В интернете вы сможете полностью с ним ознакомиться Я зачитаю цитаты, потом расскажу Что это за документ и какая у него судьба Необходи Зачитаю Необходимо в качестве фоновых значений Использовать концентрации загрязняющих веществ Установленные непосредственными измерениями По формальдегиду Уже существующие загрязнения составляют от 7 до 10 по ДК Сегодня мы знаем, что по ночам ездит машина из мирной экологии Лаборатория И втихаря тайно замеряют В поле, в дороге, в Грибовке, везде В Шахше Концентрация формальдегида Почему ночью, почему тайно? Видимо, хотят скрыть истину Есть справка, что ПДК превышает 7-10 раз Формальдегид Содержание Так, дальше При таком ПДК При таком Преушении ПДК Недопустимо вообще Какое-либо строительство На территории города Уфы И Уфимского района Недопустимо вообще Значит, территория Строительства находится в зоне Санитарной охраны реки Уфа Мы уже об этом говорили Там запрещается хранение, отведение источных вод Размещение складов КСМ, едных хомикатов Накопителей и других объектов Которые могут вызвать химические загрязнения Источников водоснабжения Высока вероятность загрязнения реки фенолами Образующимися при хранении сырья И отходов древесины на открытых площадках Не рассмотрен такой аспект Как снижение расхода воды в реке За сушливые годы наблюдалось снижение водоснока реки Практически в два раза Все это приводит при продолжающейся маловодности реки К повышению концентрации загрязняющих веществ В речной воде в четыре раза То есть то, что нам сейчас говорят Что мы очистим воду и будем сбрасывать якобы чистую воду Это неправда Воды в реке мало Она не разбавит эти стоки До безопасного уровня Мы все будем травиться усиленно Установка очистки стоков Содержит упрощенную схему очистки И не предусматривает очистку от фенолов И инонимных загрязняющих веществ Данная установка не способна Производить очистку сточных вод До рыбохозяйственных нормативов Как нам заявляют Не исключает возможности аварийного отключения Или аварийного сброса без очистки То есть предусматриваемая система очистки Не исполняет свои функции Она не может их исполнить Древесная пыль Которая будет храниться на территории завода При ветре будет рассеиваться За пределами промплощадки И попадать в органы дыхания жителей Один из наиболее опасных аспектов Размещения производства на данной промплощадке Это наличие непосредственно на площадке Где планируется строительство Пересыхающего водостока Который впадает в реку Таушку Которая в свою очередь впадает в реку Финка Выше северного водозабора Даже если вся промплощадка будет гидроизолирована Возможны ситуации, когда токсичные продукты Попадут на рельеф местности И в конечном счете на водозаборы питьевой воды Технология предусматривает использование деловой древесины Однако по поводу использования горбыля, корых, хворостов, хвостов, пней, вершин, деревьев И других отходов, о которых заявляет министр лесного хозяйства В проекте информация отсутствует Врут Просто врут Сплошные рубки лесов Вослист фонда К тому же при отсутствии лесовосстановления А министерство лесного хозяйства у нас не занимается лесовосстановлением сегодня Министр Набиуллин Сам заявил на пресс-инференции Неизбежно Такие рубки неизбежно приведут к деградации лесного фонда Заказчику проекта выделен земельный участок площадью в 194 гектара Однако сейчас уже не понятно, сколько, говорят, что будет больше Однако фактически проектируется застройка участка площадью в 12 гектар Производство ДСП, якобы только ДСП С исключением объекта жизнеобеспечения на начальном этапе строительства То есть все, что они обязаны сделать, очистные сооружения Все, что они обязаны предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды Они исключены Данное предприятие не может проектироваться Не получит положительного заключения государственной экспертизы И не может быть введено в эксплуатацию без очистных сооружений И иных природоохранных объектов А изменение стоимости проектных работ и утверждение проектов за счет исключения Планируя мероприятие по охране окружающей среды Прямо запрещено действующим законам Я зачитал вам отрывки с документа Который был разработан по правилению правительства Республики Башкортостан Союзом экологов Башкортостана Республики Башкортостан Под руководством нашего эколога, известного веселого Александра Калинина Этот документ разработала группа ученых и экологов И документ полностью противоречит тем идеям, фантазиям и желанию руководства Республики построить завод Он говорит о том, что строить завод нельзя Именно поэтому этот документ не был включен в итоговый протокол общественных слушаний Хотя именно для этих общественных слушаний Именно по поручению правительства Была проведена общественная экзотиза И вот это заключение правительство забыло Оно не захотело его принять И действует в соответствии с рекомендациями Надо сказать, отдать должное Александру Калининовичу и группе его экспертов Несмотря ни на что, несмотря наверняка на сильнейшее давление власти на него Он свою работу выполнил честно К сожалению мы... Спасибо Александру Калининович К сожалению мы это сразу не узнали Спасибо ему Потому что он слушает, он не так уж и резко говорил Ну в общем да, все То, о чем мы говорили О чем говорили наши ребята Вот просто вот на бытовом уровне Понимая логически, понимая опасность завода для нас, для населения Уфы Все это подтверждено учеными и ковлями А что тут можно еще говорить? По-моему надо сказать просто, про нас там уходи и все Про нас там, ваш пан! Про нас там, ваш пан! Давай! Я хочу представить слово нашему другу из Телекомака Нашему единомышленнику Ты пройди туда, я там всем скажу Денис, давай! Да, да, что у нас здесь все Расширить представиться Вот туда, залезь все оттуда Так и людей-то лучше Денис Громов, руководитель общественно-экологического контроля Республики Башкортостан Я перед Новым годом побывал в Москве в общественной палате Российской Федерации с закладом по Кроношбану Ситуация была озвучена Да, здорово, Сергей Доведена до общественной палаты Российской Федерации С итогом этих общественных случаях было принято решение о том, что информация будет доводиться до общественности, экологической А всей страны и, может быть, мировой общественности Это и все Второе Хочу вас поздравить всех Общественно-экологический контроль на Российской Федерации Наградил общественное движение Анти-Кроношбан Почетной грамотой В лице Павла Ксенофонтова Поздравляю вас, ребята Больше! Сильнее! Больше! Мы должны бороться Мы должны отстаивать свое убеждение Правильной экологии Не только по Кроношбану Не только, допустим, по Шакше Не только Любому поселку Там, по Стритарапе Тоже самое У нас происходит Та же самая Содок Ну, много чего Землю воруют Заводы воруют Все воруют Но мы должны остановиться Стать и сказать нет Потому что только наше движение Экологическое Которое Стоит, скажем так, наше право Экологию на жизнь На право На существование Может поставить Не бороться Давайте скажем нет Кроношбану Нет! Кроношбану Нет! Кроношбану Спасибо большое Я председатель Народного фронта Республики Башкортосал Я хочу сказать, что Информация по лжи Неточности и подлости Чиновников Проводящих общественное слушание По вручению Владимира Владимировича Путина Доведина 20 декабря Привел президента Подведя камеру Я сделал заявление И про Байбича И про Дрожжина И про Навлишкина Которые фактически Крешуют преступления Экоцид и геноцид Жителей Уфы И других городов Башкортосал Соды Стритомаки И снос Салават Что касается Кроношбана Я Я хочу доложиться Как финансовый аналитик И в прошлом аудитор Что Без денежных ресурсов Гладностройка не начинается Так вот После анализа После анализа Догрого кредитования Европейским банком Реконструкции развития Этой стройки Этого проекта Выяснились грубейшие нарушения Форматов И уставных задач Европейского банка Реконструкции развития Как начиная от экологического Кончая чисто техническими деталями Это было доведено до Самарского офиса Банка После этого Супережа Делегация Внер не было принта Было доведено до Московского банка И сейчас После этого митинга О этих нарушениях Недопустимых Сделанных в угоду Международную машинку Кэндалу Который В свою очередь Обанул и руководство Кэндалу Закийчихамитова Будет доложено Я надеюсь Что банк Наконец И отзовет финансовые ресурсы И проблема Разрешится Сама собой И мы Добьемся Чтобы этот Международный Семь Потому что Тратить наши Нервы Здоровье И будущее Наших детей Но этого Мужчинарного Я считаю Слишком Для него Много Понимаете Поэтому Мы Не должны Останавливать Борьбу Начиная От митингов Своей личной Присутствия Но прежде всего Включать мозги Потому что мы находимся В состоянии информационной войны И это Чистой воды диверсия Которая направлена Первое На подрыв Экологической безопасности Второе На уменьшение Продолженно безопасности Поскольку Тысячи гектаров Сельскохозяйственного Годия Незаконно Выведен Из оборота Пошел Спасибо Пошел Сейчас выступит Ему уже сквозь упомянула О концентрации ВДК Нам официальные Данные Представлены Соответствующими Службами Тамара Сейчас выступит Расскажет Вкратце Где мы В чем живем Небольшая просьба Мы Никогда не просим У правительства Ничего Мы требуем От них Мы можем Просить у вас У нас действительно Большие Сейчас Синансовые проблемы Если есть возможность У нас ходят Люди собирают Ящики Деньги Если есть возможность Пожалуйста Помогите Нет Мы все Все поймем Правда Извиняюсь Что приходится Просить Тем не менее Так поставлено Таким условия Нас поставила Власть Что приходится Обращаться На помощь У простых граждан Как вы понимаете Они нам не будут Правиться Нам ничем не поможет Тамара Пожалуйста Приветствую У вас жители Уфы Я хотела сказать С учителями города Уфы Были проэнализированы Состояние атмосферного воздуха По Уфе По северной части Уфы Полторы километра От которой Наречается Строительство На шкаун По официальным справкам Которые мы заказали Давайте я помогу Концентрация По городу Достигает 3 ПДК Постоянно По северной дороге Максимальный Диагноз Давайте помогайте Открою сейчас Как здесь Я же открою Ладно Копечки На них по 5 рублей По 10 Давайте Давайте Тоже день 9 Пойдем 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 Замеры Идутся Башкирским Службным Торинга По 17 Номинованиям Островным Загрязнителем Воздуха Является Сероводород Однако При составлении Проекта Для Кирмашпана Рассматривают Справку Офонного Константа И по Южной части Города Причем Только По семейным Номинованиям Где вообще Не включен Сероводород В этой справке Загрязняющие Вещества Представлены Миллигранный Кубический Метер И сфотифицирован Вывод Что если Перевести В ПДК То получится Менее 0,1 ПДК По всем Семейным Номинованиям И поэтому Фонная Концентрация Не учтена Самым Грубым Образом Нас Обманывают Если Произвести Расчет Вот Чтобы знали Кто финансирует Продерж Пойдем Продерж Часть Города Показатели Фона Пыши Но Этот расчет Улучшенно Не делается Основные Загрязители Воздуха Просто Не учитываются Мы не просим Ничего Невозможного Незаконного Мы просто Просим Правильно Посчитать Правильно Проверить Расчеты Обращаемся К вам Главные Эксперты Республики Превышение Закройте Глаза На такую Фальсификацию Согласно Закону О защите От Восфирного Воздуха Санфина На территории С превышением Показателей Телефона Выше Гигиенических Нормативов Не допускается Размещение Промышленных Объектов И производств Являющихся Источником Загрязнения Средообитания И воздействия На здоровье Человека Анатолий Там тоже ждут Банк Граждане Не позволим Нарушить Существующие Законы И нормы Не позволим Дравить себя И наших детей Я призываю Вас поставить Подписи Под обращением Клавэкспертизу По поводу Фальсификации Информации О качестве атмосферного воздуха И фальсификации Результатного хоз Не отразивших Протестное мнение граждан У меня все Спасибо большое Безобменная тетя Рая Сейчас начнется Сейчас Все узнают Здравствуйте Давно не виделись Ну я хочу Начать С не такого Очень Нехорошего Можно я От вашего имени Обращусь Баричу И Дрожину Дорогие люди Я не могу Назвать их Ни товарищами Ни господами А не только люди Да что же вы Хотите Умертвить Нашу башкирию Кто вам Дал право Вы живете где-то там В Москве Где-то еще Да А распоряжаетесь Нами Четырьмя миллионами Людей Мы тоже Хотим растить Здоровых детей И внуков Мы не дадим И мы обращаемся К Путину Чтобы поставил Вопрос соответствующий Ну дальше я конечно Говорить не буду Ну все понимаете Что И еще Я сейчас Хочу внести Нотку юмора Мое выступление Вы знаете Кто такая Руфина Шагапова Знаю Вот кто не знает Я вам скажу Она значит у нас Зампредседателя По аграрии Хотя у нас Аграрии нету А она почему-то есть И зарплату получает Она у нас значит По природопользованию Хотя у нас Природа Ой-ой-ой Какая Вы все знаете Что у нас Экология страдает И она у нас По экологии И она Ей задал Дед Мороз вопрос Все дети Против Кроношбана А вы как к этому Относитесь Нет Кроношбан надо строить Потому что Экологии нет Вы дура Нет Вы понимаете Этот человек Даже не слышит Что она говорит И какие она Может принять Мишени важные При приеме к ней Это переверныш Единой России Которая влезла В партию Зеленый Альянс Так что Имейте в виду Господа А вы господа И мы все Как вода Простучи Имейте в виду Что к ней Лучше не ходить На прием Она может сказать Так же Приморство Нужен Но и кого Нет Все Спасибо Петр Быков Хочет зачитать Да хорошо Здесь на митинге Он присутствует Насколько я знаю Вигенов Рамиль Макзамов Председатель общественной палаты Рамиль Макзамов Если вы хотите Что-нибудь сказать Тем людям Которые ждут Информацию По Кроношбану Пожалуйста Подойдите Я вам предоставлю слово Пока Вигенов Рамиль Макзамов Здесь добавлен чувак На слушных Предлагал общественной контроле Кроношбану Остановить Нового строить Здесь Сейчас В республике У нас идет Не просто замалчивание Того Что-то На тему Кроношбана А идет Сплотная дезинформация Вот Проталкивание Вот этого проекта Хотя Уже давно Доказаны И В том числе И люди Авторитетные Которые Делали много Заключения По Крупным Предприятиям Промышленным По всей России Они уже Узнают Наши Беде Так скажем И дают Свои заключения Но Руководство Их не слышит Вот одно Из заключений Которое Отправлено В Примодский Федеральный Отрог Бабичу Это Дает Профессор Доктор Технических Наук Которого Технических По Экологии Назаров Я его К сожалению Сам не пришел Но я Зачитаю Его заключение По этому Заводу С вашим Позором Оценка Воздействия Комплекса На воздух Выбросы В атмосферу Твердых Веществ Составляют 290 Тон В год Жидких И газообразных Веществ 1190 Тон В том числе Бензопилен Формальдегид Финол Бензин Первого Третьего Класса Опасности В проекте Овоз Сделан Вывод О воздействии Выбросов Только в пределах Санитарно-защитной Зоны Расчет Рассеянных Газовых Выбросов Выполнен Неверно Неверно Выбраны Исходные Концентрации Загрязняющих Веществ Не учтена Скорость Ветра И розы Ветро Не построены Графики Рассеянные Не определенная И не учтена Формовая концентрация Загрязняющих Веществ От действующих Производ Опасная Концентрация Загрязняющих Веществ От домовых Труб Будет Распространяться До 5 Км И более В пределах Второго И третьего Пояса Санитарной Зоны Источников Беснабжения Города Уфы А именно В зоне Питания Реки Уфы В границах Третьего Пояса Запрещено Размещение Объектов Обуславливающих Опасность Фимического Загрязнения Подземных Вод В пределах Второго И третьего Пояса Опасная Концентрация Загрязняющих Веществ Будет Наблюдаться Во всех Близближающих Поселённых Пунктах Не обеспечивающих Централизованной Питевой Воды Что повлияет На качество Питевых Вод В колодцах Ингидуального И коллективного Пользования Система Водоснабжения Не разработана Балансовая схема Водного Хозяйственного Предприятия Предусматривающая В соответствии С нормативной Документацией Оборотную Или замкнутую Систему Водоснабжения То есть Никаких Очистных Сооружений Практически Не разработаны Неверно указано Что производственные Стоки Отсутствуют В соответствии С исходными Данями По проекту Водоснов Их образовывается Порядка 450 Кубов Сутки Производственные Водоснабжения Предназначены Для обеспечения Водой Следующих Систем Систем Водоподготовки Технологической Водой Для обработки Пара Систем Подготовки Связывающих Материалов Систем Отчистки Отходящих Газов Систем Провывки Щипы И Подпитка Систем Теплоснабжения Автоматического Пожаротушения Книонопроводов Руковых Рукавных Хитров В общем Не предусмотрена Ливневая Система Канализации Выбранная В проекте Технология Не обоснов Сравнением Возможных Вариантов Оптимальный Вариант Должен Определяться Наименьшей Личиной Приведенных Затрат Техническое Задание На проектирование Очистных Сооружений Включает Четыре Показателя Загрязняющих Веществ Что не соответствует Фактическому Качеству Ливневых Стофов И вот Заключение Проектированную Установку В соответствии С паспортом Очистные Воды С концентрацией Известных Веществ И лесопродуктов В 20 127 Раз Меньше Чем Исходные Качества Указаны В тех Задании Проектированная Установка Не очищает Воду От Растворенных Веществ 1, 2, 3 Классов Опасовцев Представляющих Небольшую Угрозу Для реки Уфа Не допускается Отведение Сточных Вод В зоне Водозабора Источников Водоснабжения Включая Ивупритутки Отсюда Следует Что сброс Ливневых Вод В речку Шакша Не допустим Сброс Недостаточно В близости К Кельюжным Водозабором Уфы Не имеющим Отчистных Сооружений В составе Очищенных Ливневых Вод Будут содержаться Тяжелые Металлы Мерки Продукты Бензопирен Фенол Фармадегид Существенно Превышающие Допустимую Сознабжение Что существенно Поверяет На качестве Вод В городе Уфе Это И является Нарушением Центрального Закона О санитарном Теподемиологическом Благополучии Населения Проектом Овоз Предусмотрен Проектирование Полигона По утилизации Отходов Производства Третьего Класса Опасности Сомнительно Что Этот проект Возьмется Проектировать Какой-нибудь